Всем привет! Я стараюсь себя переучивать и ношу волосы вот не только на прямой проборной, вот так, сюда и сюда. Но как-то я не умею укладывать, потому что то ли у меня форма головы какая-то неправильная, у меня все время здесь как-то вот так высоко, а потом как будто треугольничек какой-то, не знаю, как этого добиться, чтобы вот так вот было все ровно. Вот так делать надо. Итак, сегодня у нас интересная тема, на мой взгляд, очень просто интересная. Начну я с тонального крема. Будет еще парфюм такой, но чуть-чуть позже о нем. Пока хочу показать вам тональный крем. Его пока еще нет в России, но в середине ноября он появится уже здесь и можно будет купить в Эльдеботе. Это Эвиденс Деботе. Это мое заветное желание в течение года, может быть, даже больше года. Нужно посмотреть. Вот я его писала в список желаний и никак не могла найти. Вот, наконец, он у меня. Вот, посмотрите, в какой он упаковочке симпатичный. Да, интересная такая вот так. Откроем. Почему я хотела именно этот тональный? Потому что я люблю эту марку. И когда я увидела, что у них есть еще и тональный крем, я подумала, все, наверное, он будет каким-то супер просто продуктом. И вот я держу его в руках. Это матовый тонкий флакончик. Он стройный, элегантный, матовый и с золотыми буквами. И с золотым гербом. Крышка золотая, матовая тоже. Внутри вот такой. Черный дозатор. Меня он всем устраивает. Единственное, что он оказался немного светлым для меня. У меня оттенок 30 beige абрикос. Абрикосовый оттенок, как известно, прикрывает синий и зеленый цвет. Если есть венки, вот как раз будет хорошо. Но у меня венка только под глазом. Вот у меня уже есть здесь консилер. В принципе, я накрашена. У меня нет только тонального крема. На мне есть уход от сислой, который наконец-то избавил мою кожу от сухости. Вот она сияет и брестит. Наконец-то нормальное мое состояние кожи. Мой любимый люкс меня спас. И я хочу сегодня нанести с вами этот тональный крем. Я наношу его впервые, поэтому для меня это будет тоже таким откровением. Единственное, я его попробовала на руку. Мне очень понравился. Прошу посмотреть. Такой сводч вам покажу. И, конечно, я покажу вам его в нанесении. Стряхнем немного. Этот крем антиэйдж. Вот что мне нравится. Вот смотрите, он светловато. Что мне нравится, так это то, что это антивозрастной крем для чувствительной кожи. Тон флюид для лица с эффектом сияния. Сейчас мы посмотрим. Сияние я очень люблю. Сатиновый финиш, говорят. Будем проверять. Наношу кистью, как всегда, от Герлен. А как он пахнет. Я почему-то вот так вот не замечала. Сейчас, когда наношу, прям чувствую. Ну, как уход от Эвиденс. Если у кого-то есть этот уход, я думаю, что у моих подписчиков уже у многих этот уход. вы знаете, как он пахнет. Красивый. И даже не светлый, правда? А тем более, скоро зима у меня вообще будет кожа светлеть. Правда, у меня она мало светлеет. То есть, у меня загар держится прямо, знаете, до следующего сезона. На теле, на лице. Ну, на лице меньше, потому что я использую всякие эскрабирующие средства. Легкие эскрабирующие средства. Ну, вот, только на лбу нет тона. Очень нравится. Какой он, знаете, приятный по консистенции. Какой-то легкий и в то же время чуть-чуть вязкий. Но не противно вязке, а вот именно приятно вязке. Как ряженка или кислое молоко. Эффект второй кожи. Вот уж действительно я вижу этот эффект второй кожи. зато иногда напишут, что эффект такой. Там такой слой, что просто ужас. Но я бы больше назвала этот финиш влажным, глянцевым, а не сетиновым. Может быть, он сядет еще? Посмотрим. Написано, что он усиливает сияние кожи. Вот, мне кажется, это правда. И формула обогащена тройным коллагеном, что дает нам антивозрастной эффект. Красота. Не зря я его так хотела. Мы будем еще ждать до конца видео. Посмотрим, как он будет себя вести. Но пока ощущения самые комфортные. Такая хорошая, холеная, приятная кожа. Это не только на вид, я имею в виду, я еще и это ощущаю. И еще знаете, что мне нравится? Что она так открывается, закрывается. Так приятно, так нежно, так мягко. Я еще не накрасила ресницы, кстати. Еще раз накрашу вот этой тушью. Ну и без вас накрашу. Накрасила, и хочу сказать вам, что мне очень нравится эта тушь. Но вот эта щетка нет. Из-за того, что здесь такая щеточка, я не хочу ей пользоваться. Но поднимает ресницы, она очень хорошо, действительно, подкручивает и объем дает. Но щетка нет. Такая щеточка подойдет ресницам погуще. Моим нет. Так, мне кажется, я похожа на Тамару Гверцетель. Еще я вам хочу сказать, что я накрасила губы вот этим карандашом. Это мой любимчик. Теперь карандаш от Кле Депо для губ. Какой он шикарный. Вот больше всего мне нравится его цвет. Цвет потрясающий. Он подходит к большинству помад. Он не такой яркий, не вот этот красный. Например, в Армане красные карандаши просто в урове глаз такие яркие. Один контур виден, какую бы помаду ты ни нанесла. Вот здесь такой приглушенный красный, очень правильный, красивый. И сверху у меня помада вот эта вот от Сислой, которая оказалась матовой. Я думала, что она увлажняющая. У меня была такая увлажняющая помада, но нет, это матовая. И, честно говоря, она ужасно неприятная в нанесении. Вот даже я вам покажу. Видите, она какая-то шероховатая. Как будто она смешана с песком, и вот песком вот так вот водишь по губам. Очень противно, но цвет очень хороший, поэтому я ее использую. Теперь перейдем к парфюму, потому что мне очень хочется рассказать о парфюме. Я вам уже говорила, что у меня будет обязательно этот парфюм. Когда у меня еще был вот этот пробничек, он закончился, я его просто слушала, вот так вот тестовала, слушала и клала обратно. И теперь у меня есть полноценный парфюм. Это Рожадав Энигма. Вот такое вот название таинственное, зашифрованное, и в этом вся его прелесть. Мне кажется, она отображает название, хотя больше всего у меня, конечно, была ассоциация именно с группой Энигма, с их волшебными песнями, песнями, которые тоже таят в себе тайну и дают, может быть, для кого-то какую-то разгадку, каждому свое. В принципе, Рожадав так и описывал свой аромат. Он сказал, что создавал такой аромат, в котором каждый будет для себя чувствовать что-то особенное, что-то только для него важное. И он на разной коже будет звучать совершенно по-иному. И вот теперь у меня такой парфюм. Давайте посмотрим его со всех сторон. Такой он красивый. Открываем. Я небольшая покойница. Вообще, на самом деле, подобные упаковки. Я люблю что-нибудь полаконичнее, поизящнее, попроще, но вот здесь вот такая богатая упаковка. В принципе, она соответствует вот этому аромату. Вот у меня Eau de Parfum как будто это его постелька. Такой это красивый женский аромат. Первое, что я услышала, когда вот первый был вдох, и что первым я услышала, почувствовала, это богатство, роскошь. Мне показалось, ну, хочется именно богатство сказать мне, потому что мне показалось, что это дорогой аромат. Вот так пахнет от девушки, которая добилась чего-то в жизни, которая состоятельная. Вот мне кажется, это аромат состоятельного человека. Я открыла его вчера вечером, и вот эта наклеечка мне казалась совершенно темной, а сейчас она золотая. Посмотрите, какое красивое оформление. Единственное, что меня омрачает, это вот это сзади виден клей. Так, знаете, шлепнули. Но это бывает очень часто, особенно, если посмотреть на Бодичею, наверное, все знают, у кого есть эти парфюмы, что качество исполнения оставляет желать лучшего. Но там немножко на другой ориентир, поэтому не будем сейчас об этом. И здесь очень красивая крышка. Если вы купите просто парфюм, без Eau de Parfum, то у вас будет здесь инкрустировано камнями. не знаю уж какие там камни, сваровские или какие-то обычные, но тоже очень красиво смотрится. Но я хотела именно этот, потому что пробник у меня был именно этот. Вот. Тяжелая крышка, очень, очень приятная. Мне нравится вот это вот ощущение. Открываем, закрываем, гладкость. Прямо сразу я его услышала. Вчера я сделала такую глупость, надушилась перед сном, и он так ярко пахнет, мне мешал спать. Хотя я сделала всего лишь один пшик, но просто он действительно мешал. Давайте сейчас тоже надушусь. Очень сладострастный. Этот аромат сладострастный. Аромат роскоши. Здесь есть прохлада и теплый, свежий спелый персик. Такой, знаете, настоящий женский аромат. Вот мне бы очень хотелось его, конечно, летом иметь, но, к сожалению, я не могла его найти летом. Вот у меня появился он только что, но сейчас погода такая хорошая, у нас 20 градусов на улице, практически лето, поэтому буду носить его с удовольствием и сейчас. Жаль только, что на мне нет цветного легкого платья, но ничего. До лета он у меня в любом случае доживет и буду носить его еще и летом. Очень рекомендую вам познакомиться с этим брендом, но вот из того, что я слушала, мне понравился просто безумно, очень сильно, а остальные ароматы не очень, но я, правда, их очень мало слушала, еще два или три парфюма, даже не помню, какие, кажется, один из них был Elysium, все другие не помню даже, но мне не понравились ароматы, а вот этот очень понравился. А его стойкости, как он носится, я расскажу вам позже или это будет уже пост, читайте, но пока могу сказать только про аромат, он чарующий, волшебный, завораживающий, вот настоящий, настоящий женский, вот как мы любим, вот такая красивая женщина, настоящая женщина с большой буквы, вот этот аромат, это одно единое, одно целое, очень рекомендую, но не покупайте его просто по моему отзыву, потому что это совершенно неправильно, ароматы это настолько индивидуально, индивидуальнее даже чем тушь, поэтому обязательно слушайте сами, надушитесь, походите, поживите с ним, посмотрите ваш этот аромат или нет, и только потом приобретайте, но я от него в восторге, это один из самых моих любимых ароматов на сегодня. Кстати, Рожедав работал 20 лет на Агерленд. И самое главное, ну вы заметили, что снова золото, снова прозрачный флакон, вот это это черный, золото, белый, прозрачный это не цвет, но и прозрачные флаконы у меня есть, у меня почему-то они все такие, мне нужно так и покупать, наверное, выбирать, если он прозрачный или черный, золото, обязательно бери, Мария, это тебе подойдет. Положим его на место, очень мне хотелось его показать вам просто. Интересно, это можно как-то распотрошить и туда немножко залить, чтобы носить сумочки, потому что это очень удобно, хотела выбросить, ну вот сейчас подумала, вдруг получится, пока подожду. Ну и теперь закончим тем, с чего начали, тональным кремом, вот он уже уселся, мне кажется, он прекрасно выглядит, настоящий глянец на лице, еще он обладает антиэйдж эффектом, но просто желать большего невозможно, на самом деле очень-очень красиво смотрится, пишите свои комментарии, нравится ли вам такой эффект, все-таки, я так думаю, большинство здесь поклонится именно главу эффекта, а не того тонального, который я показывала от Кле-Депо, который просто вообще, вот вообще мне ужасно, он не понравился, он ушел на сейл, если кому-то нужно, смотрите, у меня на сейле можно его приобрести. Ну все, я с вами на этом заканчиваю, желаю вам приятных покупок, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.